МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваши информационная программа Республика. С вами Вадим Пачема. Сегодня в выпуске. На три года депутаты Госсовета Чувашии приняли бюджет Республики. Памятка пассажиру. Волонтеры раздают новые схемы автобусных маршрутов Чебоксар. Будущий мисс и мистер Чувашия выиграла право на проведение в 2019 году Всероссийского студенческого конкурса. Сегодня депутаты Государственного совета Чувашии приняли бюджет на 2019, 2020 и 2021 годы во втором окончательном чтении. Впрочем, не единогласно. За принятием решения наблюдала Ольга Пырочкина. 47,5 миллиардов рублей. Таков объем республиканской казны запланирован на следующий год. О том, сколько денег и на что планируется потратить, министр финансов докладывал депутатам уже как минимум два раза. На публичных слушаниях и при первом чтении на сессии Госсовета 16 ноября. В этот раз она озвучила только конкретные статьи. За счет средств дорожного фонда в следующем году планируется построить 22,5 километра дорог местного значения отремонтировать более 300 километров дорог. При первом чтении единороссы были единогласны за принятие такого бюджета. И ко второму чтению ничего не изменилось. Никогда еще не было такого количества денежных средств влитое в дорожное строительство. В Новочебоксарске 24 дороги, 20 из них приведены в идеальное состояние. Да, это был такой бюджет. 19-20 год. Я боюсь сказать, что будем делать в 21-22-23, мы тут тратим дорожный фонд. Но, возможно, мы не отказываемся, но в Чебоксарске наделать надо израсходовать. Парламентская позиция, которая голосовала против, тоже осталась на своих позициях. К сожалению, не учтенные предложения наши фракции. Фракция КПРФ. Первое. Обеспечить муниципалитеты необходимыми дотацией по предоставлению год на оплату стоимости питания детям из многодетных семей. В настоящее время из-за нехватки средств некоторые муниципалитеты республики вынуждены признавать многодетными семьями с четырьмя детьми в Урнавский район, город Аллаты, с пятью детьми в Альковский район, город Шурмак, в Урнавский район. Лично я голосовал против бюджета, потому что бюджет снова принимали с огромным профицитом, а это дает повод немного, как мне кажется, расслабиться, а и расслабляться нельзя. Надо бюджет принимать с дефицитом обязательно. У нас что, некуда деньги потратить? Куда потратить есть всегда. Однако профицит необходим для сокращения госдолга. А это требование Минфины страны, отметила Светлана Янилина. В итоге 34 голоса за бюджет, пять против. Решение принято. 47,5 миллиардов – цифра не окончательная. В течение года бюджет будут уточнять по мере поступлений средств из федеральной казны. Первый транш ожидается уже в январе-феврале будущего года. 21 ноября Государственная Дома Российской Федерации в третьем окончательном варианте уже бюджет федеральный принят. И отрадно заметить, что в бюджете федеральном с учетом поправки уже в третьем чтении Чувашской Республики получит дополнительное безвозмездное поступление 3 миллиарда 218 миллионов рублей. Ольга Пырочкина, Валерий Резюков, Республика. Вопросы безопасности в приоритете. Реализацию важнейшего национального проекта с руководителями регионов ПФО сегодня обсудил полномочный представитель президента Игорь Комаров. В видеоконференции принял участие глава Чувашии. Подробности у Дмитрия Ковалева. Безопасный город должен работать в каждом регионе. Крайний срок реализации проекта 2020 год. Аппаратно-программный комплекс это сеть видеокамер, специальных датчиков и других автоматизированных систем. Его задача предупреждать возможные ЧП. Приоритеты перед властями регионов по видеосвязи расставил полномочный представитель президента. Впереди, отмечает Игорь Комаров, немало работ. Все сейчас подходят к заключению контрактов, к выбору поставщиков, определению конфигурации этих систем. На мой взгляд, было бы правильно вот группы и главных конструкторов системы, кто участвует в этом, давать рекомендации и положительный пример. Утверждены планы построения АПК. В большинстве субъектов федерации от республики Башкортостан, Мариэл, Мордовия, Татарстан, Удмуртия, Чувашской республики, Нижегородская, Саратовская, Ильяновская области утверждены одноименные региональные государственные программы. В рамках исполнения соответствующих региональных и муниципальных подпрограмм профинансировано более 3 миллиардов 922 миллионов рублей. Флагманы аппаратно-программного комплекса с системой фиксации ДТП и видеослежения. Там, где Большой Брат уже наблюдает за улицами городов, сократилось количество преступлений, отмечают в МВД. На территории округа установлено более 20 тысяч аналоговых цифровых камер. Из них практически 19 тысяч в местах с массовым пребыванием граждан. Используя возможности видеокамер, на территории ПФО раскрыто 1751 преступление, что существенно эффективнее, чем в предыдущем году. Рост более чем 3 раза. Кроме того, используется 72 интеллектуальные камеры и институционные наблюдения. Наибольшее количество расположено в Башкортостане, 39 в Чувашии, 26 в Нижегородской области, 31 в Пермском, край 30. В округе количество преступлений, совершенных в общественных местах, сократилось на 3%. Одна из проблем реализации проекта интеграция в аппаратный комплекс видеокамер частных объектов. Этот вопрос полпредпрезидента взял на контроль. Еще одна задача – модернизация систем. Мы создаем совместные металлические интеграции МЧС России, ФСБ, ФСО, МВД России, где еще раз уточняются технические требования к системам правоохранительного сегмента. Мы сейчас создаем федеральный закон об АПК «Безопасный город», который будет включать в себя и «Умный город». Реализация проекта зависит и от поставщиков техники. В республике прорабатывают варианты взаимодействия с корпорацией «Швабе». Здесь производят уличные видеокамеры с инфракрасной подсветкой. Они не просто так произвели, будут продавать. Они берут на техобслуживание, полностью на сервис обслуживания. И правоприменительные практики практически могут оказаться здесь. По Москве они организовали всю эту техническую работу. Старт работы АПК «Безопасный город» в республике намечен на следующий год. Мы выполняем государственные задачи по обеспечению жителей Чувашской республики. Вопросы безопасности у нас приоритетят. И средства выделяем. На следующий год, сейчас в бюджете 2019 года предусмотрели 130 миллионов рублей для того, чтобы все школы оснастить металлодикекторами. Где-то камеры еще не хватает. Я сейчас давал задание, посчитывают, вот как на базе МЧС был центр управления кризисной ситуацией. Мы хотим на базе одного из объектов создать центр управления вообще республикой. В МЧС оценили вклад главы региона в обеспечение безопасности. Михаилу Игнатьеву вручили памятную медаль. Дмитрий Ковалев и Борис Андреев. Республика. С 1 декабря в Чебоксарах стартует транспортная реформа. 16 маршрутов общественного транспорта сократят. 14 изменят. Как теперь добираться из района в район, объясняют волонтеры. Остановка Институт образования. В 8 утра, час пик. Здесь останавливаются 35, 52 и 42 маршрутки. Первый и третий троллейбусы. Будут ли работать эти маршруты с 1 декабря, можно узнать с помощью вот такой схемы. У меня ничего не меняется здесь, поэтому мне нормально. Но если у нового маршрута будет, наверное, больше плюсов. Разгружность будет. У меня время по дороге увеличивается, потому что 35 маршрутка, она будет ходить теперь по новому маршруту. Вот схему движения троллейбусов не изменили и добавили еще один. Десятый, который соединит микрорайон Садовый и железнодорожный вокзал. Вместо маршруток на улице города выйдут 300 автобусов разной вместимости. Не знаю, к маршруткам, конечно, мы привыкли. Очень удобно и быстро ездить. Надеемся, что автобусы тоже не подведут. Еще не успела изучить. Надеюсь, что удобно. Сейчас буду изучать, пока поеду. Волонтеры раздают листовки с новой схемой на 34 остановках города. Утром с 7 до 8.30 и вечером с 16.30 до 18.30. Нужно понимать, как часто действительно будет есть автобус. Все-таки, если он будет ездить раз в 10, 15, 20 минут, то он будет забит, как не знаешь что. Да, и все равно будет плохо. Нужно карту изучать. И постепенно это все делать как-то, не резко. Ну, всем же вы карту эту не дадите. Она же не у всех есть. Так ведь? Если повесить где-то, чтобы на каждой остановке, чтобы народ смотрел, как в Москве метро же есть, так же и здесь повесить. Тогда, наверное, это будет удобно пассажирам. Размещать карты на остановках уже начали. Получить новую схему движения можно будет и в другие дни. В электронном виде она размещена на сайте столичной администрации. В этот четверг состоится прималение по вопросам транспортной реформы. Задать вопросы можно будет с 15 до 17 часов. Татьяна Леонтьева, Валерий Резюков, Республика. Возьмемся за руки, друзья. Под таким названием в столице Чувашии состоялся республиканский фестиваль конкурс детского и юношеского национального творчества. Левка, левка, а в голову мою маку в макирне! Левка, левка, а в голову мою маку в макирне! Декоративно-прикладное искусство, вокал и хореография конкурс проходил по трем направлениям и в трех возрастных категориях. Конкурс проводится для выявления талантов, чтобы дети уже с детства понимали, что такое дружить друг с другом. Чтобы они сегодня встретились, пообщались и, конечно же, жили уже в дружбе и согласии. Максим Героев с сестренкой Викой одни из самых маленьких участников конкурса, но заявляют о себе вполне серьезно. Я и так певец, я ехал в Ешкаралу, в Казань и ДК Хузангая участвую. Мы с моей сестренкой сегодня выступим в Аполярешино. Я люблю петь, люблю танцевать. Русская, чувашская, татарская культуры, творческие коллективы представили многонациональную Чувашию во всем ее разнообразии. Народный ансамбль татарской песни «Елкын» представил на суд жюри песню «Тугановыл». Эта песня о нашем родном крае. Как красиво о нашем родном крае. Какой тут чистый год. Дипломы и подарки Минкультуры Чувашии получили все участники фестиваля конкурса детского и юношеского национального творчества. Организованный впервые, конкурс обещает стать традиционным. Юлия Важанина, Алина Сусметова, Игорь Зверев, Республика. В Чувашии проходит неделя профессий. Занятия по профориентации проводят в 27 образовательных учреждениях и учебных центрах Республики. Специалисты рассказывают о секретах выбора профессии, актуальных вакансиях и требованиях будущих работодателей. Такие тематические недели помогают школьникам точнее определиться, кем они хотят стать в будущем. В Севастополе прошел финал конкурса «Мисс и мистер студенчества России-2018». На престижном конкурсе Чувашию представляли студенты ЧГУ имени Ульянова Полина Яковлева и Александр Изоркин. Вернувшись, ребята встретились с министром образования Чувашии, ректором ЧГУ и своими друзьями. О конкурсе, испытаниях и победе послушали и мои коллеги. В Севастополе собрались ребята из 40 регионов России. Все они старались удивить жюри своей эрудированностью, спортивной подготовкой и талантом. Девушки-юноши показали все, на что были способны. Сдавали нормы ГТО, пели и танцевали. Это в первую очередь конкурс, который поддерживает имидж гармоничной личности. То есть человек должен быть развит в разных сферах, как человек воспитан, насколько он может разговаривать, насколько он может держать себя, держать аудиторию. Это все учитывалось, это все очень важно. И этот конкурс именно и поддерживает таких студентов. В итоге после всех испытаний корону и титул Мисс Студенчества России 2018 получила наша Полина Яковлева. Александр Изоркин стал победителем номинации Мистер Интеллект. Оргкомитет конкурса принял решение. Следующих Мисс и Мистера Студенчества России выберут в Чувашии. Престижный конкурс впервые пройдет на Чувашской земле. Самое главное, что в Чебоксарах есть команда организаторов, есть люди, которые смогут, я уверен, абсолютно на достойном уровне провести этот конкурс. По нашему мнению, коллектива университета, команда университета, он должен отличаться от других конкурсов, собственно, как и любой, который проходит в том или ином регионе, тем, что мы Чувашская республика. Я думаю, что здесь должен быть внесен и национальный колорит, и те преимущества, те хорошие, положительные стороны, которые есть в имидже города, республики и образовательных учреждений. Это все новости на сегодня. Далее вас ждет полезная информация. А я с вами прощаюсь. До завтра. Ассортимент очень большой, конечно. Конечно, выбор очень большой. Вот три модели выбрала, теперь будем выбирать одну, которая подойдет. Хотелось бы пуховик, можно синтепоном, хоть что. Лишь бы подошло. Ну, я вот люблю мягкие куртки, чтобы мягкая она была. Не жесткая, не дубовая. Вот это вроде село. Соотношение цена-качество на ярмарке просто идеальное. Здесь цена фабричных вещей от российских производителей не кусается. Анна Кенина пришла сюда за зимней курткой. Как раз недавно на ярмарку поступила новая теплая коллекция. Я выбираю куртку на зиму. Зима будет, надеюсь, холодная, чтобы куртку носить можно было. Ассортимент довольно-таки большой. Есть выбрать для всех возрастов. Эту куртку, да, я собираюсь взять. Я ее увидела, померила, она мне понравилась. Для верхней одежды главное – хороший утеплитель. Вещь должна хорошо сохранять тепло, но при этом быть легкой и удобной. На ярмарке можно встретить различные вариации утеплителя. От классического синтепона и пуха до ультрасовременного тинсулейта. Есть варианты для любителей натурального меха. У нас есть отличные дубленочки, то есть с лазерной обработкой, отделка, натуральная норка. Очень качественные, хорошие модели. Все производится у нас на фабриках. Более пяти тысяч моделей курток, пальто, дубленок, ветровок. Здесь каждый найдет себе обновку по душе и кошельку. И самое главное, все цены у нас оптовые. Допустим, осеннюю курточку можно приобрести всего лишь за 2200 рублей, а теплый зимний пуховик за 2980 рублей. На ярмарке верхней одежды можно одеть всю семью без ущерба для бюджета. Она работает с 10 утра и до 8 вечера без обеда и выходных. Вас ждут по адресу улицы Максима Горького, 49, торговый центр «Максидом». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова